В Харькове замначальника следственного управления областного полицейского главка протаранил столб. Это произошло накануне, поздно вечером. Активисты, которые приехали на место ДТП, утверждают, что полицейский был пьян. Сам же полковник наотрез отказался проходить медицинский тест и до последнего скрывал свою фамилию. Все подробности узнаем от Светланы Шикеры. Спальный район Харькова, улица Петра Григоренко. На этом участке, где дорога сужается и ведет на мост, фольксваген с полицейскими номерами на скорости врезался в столб. Прибывшие на место активисты застали водителя уже в карете скорой. Здравствуйте. Лейтенант, пожалуйста. Закрываем дверь, и мы уже уезжаем. Вы уезжаете? Вы уезжаете, и мы едем с вами. Один сотрудник в любом случае едет. Активисты утверждают, от виновника аварии несло алкоголем. Мы стоим на расстоянии с ним полуметра, и вот чётливо запах алкоголя слышно. Не-не-не, какой бокал пива? Там, я не знаю, там бы как бы бутылкой бы не обошлось. В больнице водитель от медпомощи отказался. Не стал проходить и медицинское свидетельствование. И представился под чужой фамилией. Но водительское удостоверение виновнику аварии показать пришлось. Оказалось, это полковник Александр Ахтямов, заместитель следственного управления областного полицейского главка. Позднее полковник полиции и патрульные вернулись на место ДТП. Проходить тест на алкоголь полковник так и не стал. Вы можете проходить медицинское свидетельствование? Нет. Ну а сегодня в областном главке нацполиции уверяют, их сотрудник был трезв. В первой ночи он сдал кровь от медицинского обслуживания относительно своего состояния здоровья. Он действительно отмылся. Но тем не менее результаты медической экспертизы относительно его состояния подтверждают, что он не был в состоянии алкогольного спинания. И все-таки полковника на время служебного расследования от работы отстранили. К слову, это уже не первое ДТП Ахтямова. В декабре 2015-го в центре Харькова он разбил Таврию и сразу же на месте аварии ее выкупил. Ахтямов ранее тоже работал в милиции. Переаттестацию не прошел, провалил экзамены. А затем восстановился на службе через суд. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.